Подходит к завершению юбилейная 50-я по счёту неделя молитвы за единство христиан. Каждый год с 18 по 25 января верующие различных христианских конфессий встречаются в рамках богослужений, конференций и культурных мероприятий. 24 января в совместной молитве в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве приняли участие представители Римско-католической, Русской Православной, Евангелической Лютеранской Церкви и Российского Объединённого Союза Христиан Веры Евангельской. Тема недели молитв в этом году «Десница Твоя, Господи, прославилась силою». На богослужении прозвучали песнопения, молитвы. Участники читали отрывки Священного Писания. Тема связана с победой, с победой израильского народа над Египтом. Когда Израиль вышел из Египта, и в этом смысле мы можем это воспринимать как призыв к нашей постоянной необходимой победе над тьмой, над грехом. Эта победа уже произошла именно во Христе, потому что Христос не только Бог, который стал человеком, но и тот, который страдал и воскресел. Именно этим путём он побеждает всё снова зло, которое, увы, как мы констатируем, всё-таки распространяется. Вот к этому, эта неделя в этом году прозевает нас, то есть к тому, чтобы дать свидетельство в нашей жизни, в наших общинах и во всём мире, дать свидетельство об этой победе Христа. Некоторое время назад в составе российской делегации, выступая на саммите ОБСЕ в Австрии, мне довелось услышать восхищенные слова одного из европейских политиков, как он стал свидетелем в одном из городов Европы, велопробег, в котором участвовали представители разных религиозных конфессий. Зал буквально аплодировал, едва ли не стоя ему. Вы знаете, на самом деле, для современной России взаимодействие и практические шаги к единству – это не единичные случаи, это не что-то необычное. Мы не только единожды в год, в январе, собираемся здесь, в римокатолическом храме, в центре Москвы для молитвы, но и практически в каждодневной жизни, религиозной, социальной деятельности делаем очень многие вещи и проекты совместно. Уже скоро в мае в Москве состоится межконфессиональный дружественный турнир по футболу, в котором будут участвовать представители и ислама, и буддизма, и иудаизма, и различных направлений христианства. Мы вместе участвуем в акциях по сдаче донорской крови. Вместе празднуем важные для нашей конфессии праздники. Это был год 500-летнего юбилея реформации. Во всем мире, в том числе и в России, прошли совместные мероприятия, выставки, конференции и, конечно же, богослужения. Это событие – одно из ярчайших примеров единения. Состоялась молитва о единстве христиан. Это традиционное мероприятие, которое мы празднуем ежегодно. Прошлый год был ознаменован юбилеем, реформацией. Была целая череда экуменических молитв, мероприятий, конференций. И очень радостно, что жизнь продолжается и после такого большого юбилея. И мы намечаем новые планы, мы говорим о новых целях и задачах, которые ставит перед нами Господь и вне настоящем, и на перспективу. И сегодня мы говорили как раз о таком пути, по которому проходит церковь и по которому она продолжает идти. С светхозаветных времен мы знаем, что народ Божий – это народ на пути. Он не сразу стал таковым, он учился быть таковым. Ровно так же и христианская церковь, ученики Христовы, учатся быть учениками, учатся быть апостолами для того, чтобы совершать свое служение достойно своего Господа Иисуса Христа. Вот и мы сегодня в общей молитве призывали Бога о Его милости и милосердии, чтобы Он поддержал нас на этом пути ученичества, на пути, который мы можем осилить лишь в единстве. Информационное бюро «Спектр», Москва.